Депутаты Магаданской городской думы готовятся к участию во внеплановом расширенном заседании комиссии по бюджету и вопросам экономического развития. На заседании должна быть представлена подробная информация об использовании бюджетных средств в 2020 и плане расходования в 2021 году. Депутаты ожидают диалога с исполнительной властью. Если говорить о моем вчерашнем комментарии по поводу принятия бюджета 2021 года, о том, что нет желания и моральных оснований для этого, если несколько развернуть эту формулировку, то мы хотим услышать диалог и хотим получить ответы на все поставленные вопросы от исполнительной власти. У депутатов очень много запросов по тому, как исполнялся бюджет 2020 года, как он планирует исполниться в 2021 году, именно к исполнителям. У нас нет вопросов к многим управлениям, учреждениям мэрии, которые работают в исполнении полномочий на благо жителей города Магадана. Это такие, как правовое управление КУМИ, например. Народные избранники намерены детально разобраться в механизмах расходования и планирования городского бюджета. У нас есть много вопросов тем, кто непосредственно осваивает бюджетные средства по муниципальным программам, по национальным проектам. Мы хотим получить четкую картинку, как это все складывается, потому что из этого понимается бюджет этих МБУ, МУПов, чтобы у нас потом не приходили и не просили поддержки у Думы взять очередной кредит на закрытие тех или иных вопросов. Потому что элементарно решение находится сначала в хозяйственной деятельности. Нужно провести анализ, и эти решения выплывают на поверхность. И эти вопросы будут в том числе заданы. Будет много интересных, скажем так, вопросов, острых вопросов, на которые мы надеемся получить исчерпывающие ответы. Если эти ответы не будут получены и у депутатов не возникнет ощущение доверия, а будет ощущение недоверия, то я допускаю такой момент, что бюджет не будет принят до того, пока это доверие не вернется, скажем так. В случае отсутствия понимания с исполнительной властью областного центра, бюджет на следующий год принят не будет. Ничего страшного для города в этом нет. Будет жить по 1,12. По словам председателя Магаданской городской думы Сергея Смирнова, речь идет не о разовом повышенном внимании депутатов к бюджетной теме, а о выстраивании новой системы взаимоотношений. Главная цель – прозрачный и понятный бюджет. Коллеги не хотят жить в таком формате, в каком это предлагается. Бюджет, по сути, он должен быть открытым, и на любой вопрос бюджетных денег, которые формируются в том числе из налогов жителей города Магадана, предприятий города Магадана, которые являются налогоплательщиками, на любой вопрос, даже самый неудобный, должен быть получен развернутый ответ. Бюджет представлен в такой форме, что в нем практически отсутствует информативность для понимания деятельности той или иной организации. То есть, по большому счету, все можно свести к тому, что просто, господа, мы вам предлагаем принять бюджет, сумма 6 миллиардов 880 миллионов рублей, бюджет социально направленный, кто за? Все, проголосовали, пожали руки, разошлись, а дальше осваивайте как хотите. Нет, такого не будет, и уровень компетенции городской думы, он растет, и, соответственно, вопросы становятся неудобнее, но на них нужно давать ответы и делать так, чтобы система расходования бюджетных средств была прозрачной и эффективной. Также депутатский корпус недоволен политикой по привлечению кредитных средств. Здесь я и в том числе про муниципальный долг говорю, это займы у кредитных коммерческих организаций. Совершенно меня эта тема не устраивает. Кредиты должны браться на закупку основных средств, на закупку оборудования, на то, что должно потом нести в конечном итоге прибыль. Это логично, но когда берется кредит, и деньги закапываются в землю, или раздаются на зарплаты, или делаются какие-то памятники, ну, извините, я этого не понимаю, не пойму, и в этих тенденциях мы будем работать в 2021 году. Внеплановое заседание депутатской комиссии состоится на следующей неделе. В Магаданской областной думе прошло заседание комитета по экономическому развитию бюджетом и налогом на повестке дня, бюджет текущего года, а также на 2021 и 2022 годы. Дефицит областного бюджета составляет 3,2% налогового и неналогового дохода. В том числе, значит, у нас получилось, что налоговые и неналоговые доходы удалось увеличить на 2,7 миллиарда рублей, и в целом они составят 28,8 миллиардов рублей. Рост факта 2019 года плюс 5,8 миллиардов рублей, темп 125%. Основной темой стало уточнение бюджета на текущий 2020 год. Ответственным моментом является расчет со всеми подрядчиками за выполненные работы. Это работы в рамках национальных проектов и региональных программ. По словам специалистов, год закрывается на достаточно позитивной основе. Дополнительно к тем плановым показателям, которые мы закладывали в бюджет 2020 года, мы добавляем почти 5,5 миллиарда рублей. И, безусловно, это средства, они пойдут и в том числе на выплаты работникам социально-бюджетной сферы, и в том числе на борьбу с ковидной ситуацией. Но самое главное, что подрядчики, те, которые работали, они практически полностью получат те денежные средства, которые они в рамках контрактных основ выполняли. Парламентарии отметили, что бюджет на 2021 год незначительно отличается от 2020 года. В течение следующего года еще предстоит работа с Министерством финансов, но основные показатели уже сверстаны. Мы говорим, что бюджет в основном социально ориентирован, потому что основная доля затраты предусмотрена на содержание объектов социально-бюджетной сферы. Это на первом месте у нас образование, здравоохранение, культура, спорт, меры дополнительной социальной поддержки. Депутаты Магаданской областной думы разделяют позицию принять и утвердить представленный бюджет, отметил Сергей Абрамов. На заседании отметили и бюджет особой экономической зоны, он же бюджет инвестиций и развития. В него входят в том числе строительство и модернизация жилищно-коммунального хозяйства. В отношении него около 600 миллионов рублей будут высвобождены из областного бюджета по итогам этого года и перейдут на следующий год. Около 1,4 миллиарда рублей пойдут в рамках реализации программы социально-экономического развития в условиях деятельности особой экономической зоны на 2021 год. Таким образом, необходимые финансовые инструменты у региона есть и достаточно весомые. Поэтому социально-бюджетная сфера в силах развиваться, утверждают специалисты. В Магадане почтили память погибших в Чечне. 11 декабря в России вспоминают мирных граждан и военнослужащих, которые погибли в ходе боевых действий в Чеченской республике. В областном центре Колымы у памятника погибшим землякам-колымчанам собрались первые лица города, депутаты и сотрудники ведомств. В этот день дальневосточники, несмотря на день, в какой неделю он приходится, мы всегда собираемся у памятника погибших землякам, чтобы почтить, отдать долг памяти, вспомнить каждого поименно. Память погибших солдат почтили минутой молчания. Церемония завершилась возложением цветов к монументу. 11 декабря 1994 года начался вооруженный конфликт в Чеченской республике, в котором погибли 4 тысячи солдат и еще 20 тысяч получили ранения, в том числе магаданцы. Как действует МЧС при ухудшении погодных условий? Во время изменения погоды сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях проводят непрерывный мониторинг метеообстановки. На основании такого наблюдения и информации из служб УГМС специалисты готовят экстренное предупреждение о вероятности возникновения чрезвычайной ситуации. Такие как организация оповещения населения, усиление работы, функционирования объектов ТК ЖКХ, также приводятся в готовность оперативные группы, как пожарно-спасательных гарнизонов, так и оперативных групп администрации. В случае ухудшения погодной обстановки направляется силы и средства на опасные участки автодорог. Чаще всего ухудшение погоды происходит на побережье Ольского городского округа. Туда направляют спасателей для оказания помощи колымчанам. При необходимости людей эвакуируют. Также ставят мобильные пункты обогрева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова